Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну что, покажу вам, чем занимался. Кстати, я сброшу это видео, и оно пойдет впереди. Вот оно, вот тут будет. Был ветер, ужасные порывы ночью, ну и вот разломало мне облицовку гаража. То есть все пятое-десятое, как-то я поспрашивал, возможно, надо было по-другому спрашивать. Вот, и пришлось делать самому вот эту вот штуку. Подключилась супруга молодец, верная, верная, милая женщина подавала. Но я сам там все сделал, нежели за три палки. Это так в качестве разминки, чем я занимаюсь сейчас. А вот теперь комментарии и упоминания. Мы с вами ознакомимся, кто что пишет. Немножко там где-то, примерно там, 10 ближайших разберем. Значит, в охоточку. Вот, важно, чтобы все в охоточку было. Итак, обязательно ли нужна операция при аневризме сосудов головы 6 миллиметров? Я ответил лично, я не знаю, что, откуда пошло и как продолжается. Откуда? Ну, такой вопрос. Может, там действительно какое-то серьезное состояние человека, что ему очень плохо и надо делать. А я это ничего не знаю, я что-то буду со своего этого ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот такой был. Значит, ответили. После ковида на МРТ нашли. После ковида на МРТ нашли. Я дальше написал. Это значит, это аневризма. Она вам мешает. Вот, ответьте на этот вопрос и подскажешь, делать или не делать. Очень много различных отклонений в здоровье, с которыми можно жить и жить. Я уже вам рассказывал. Вот у моего деда что-то там с почками, то ли с камешек, то ли еще. Ну, наверное, было плохо. Было плохо. Ну, насколько я его видел, а мне там было тогда лет шесть, наверное, он нормально себя так вел. Ну, вот он прочитал, что могут вырезать камешек и так далее. Ну, этот камушек вырезали. Естественно, вмешательство было такое сложное для пожилого человека. Ему сколько было? Лет, наверное, 65. И он умер. Дня через два-три после этого. Лежал в этом. Это неоперационная, это палата с почечными больными. Запах мочи, я запомнил. Вот среди вот этих запахов мочи и так далее, он там и скончался. Мог бы и пожить. Возьмем Лужкова, бывшего мира Москвы. Сколько там ему было? За 80 лет поехали они куда-то делать плановую операцию на сердце. Могу надо там поменять. То ли вот эти вот пружинки, которые вставляют для того, чтобы расширить сосуд. Их надо там менять. Сделали и не стало Лужкова. Вы, я не буду вас, я придерживаюсь вот такой точки зрения. Сейчас я вам ее изложу. Вот смотрите. Ну, в неведении жить, конечно, плохо. Но лишний раз что-то делать насчет здоровья, там, МРТ или еще чего-то там такого, тоже, я думаю, не стоит. Делать различные вот эти анализы надо строго как-то по показаниям, а не просто так, знаете, ага, вот что-то у меня там такое, побегу. И далее. Огромное количество вот этих анализов, исследований. Якобы будут там лечить, все это там хорошо, все вам там говорят, объясняют. Вот как в данном случае делаем операцию, не делаем операцию. Вы поступаете так. Ну, хорошо, вы сделали там, обнаружили какое-то отклонение. Далее. Это отклонение вам мешает жить? Очень оно мешает? Если оно вам очень мешает? Ну, очень мешает. Буквально не дает. Качество жизни не то. Ну, тогда делайте. Если же оно вам не мешает, но при этом риск вот этого операционного лечения вам вскроют череп, влезут там куда-то там в мозг, что-то там вырезут или не вырезут, или еще что-то там сделают. Вы просто прикиньте так, на трезвую голову, насколько это, ну, будем говорить, травмоопасно для здоровья. И готовы ли вы эту операцию пережить и восстановиться? Хватит ли у вас на это сил? Я уже об этих не говорю. То есть вот так вот вы рассуждаете. И у меня такие вещи, не спрашивайте. Я не врач, который вас веду. Я не видел ваши там МРТ, не знаю ваше состояние и просто так, знаете, что-то ляпнуть вам. Ну, это просто очень такой наивный человек. А, кстати, их очень много, очень много этих наивных людей, которые, вот, что-то со здоровьем. Ага, пойдем обследуемся. Вот. Ух ты! Обнаружили полипы. Надо вырезать, а то они переродятся в рак. Ну, и посмотрите вот на вот это вот фото, что получается после вырезания полипов. С этими полипами как раз я спрашивал, а они тебя как-то беспокоят? Говорят, нет, я их и не чувствую. Можно жить, не тужить. А сейчас попробуйте вот в таком вот состоянии. Пожилой человек должен восстановиться. Будем говорить дальше, что там нам кто-то пишет. Так, так, разбавим. Записки голодающего. Спасибо огромное, все очень ценно. Кстати, я потихонечку зрею, 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 знаете, просто-напросто написать такую книжку записки голодающего. Это уже четыре будет. Где, так сказать, вот как, что там со мной происходило только в такой художественной форме с неким там, допустим, человеком, да хотя бы с тем же Петровичем. Как, что там было, получилось. Как это все было в издательстве, книг, распространение. Как это получилось в телевидении, что там я делал. Вот пишут, опять-таки, на записке голодания, книга 2, детка Порфирионова. А я, Геннадий, уже 31 год с Порфирием. Ну и отлично, если, знаете, вот вы избрали какую-то систему, ее опробовали, и она вам чувствуется, помогает, она работает. Да применяйте ее. Так, значит, с Порфирием. Не всегда послушно, жаль. Ну, самодисциплина – это самое сложное у человека. Знаете, можно любых других людей как бы ставить на место, критиковать, кроме себя любимого. А вот ты вот что-то там не облился, не поголодал, там не поел, где-то там поругался и другие вещи сделал, которые с теми Порфирием Корнеевичем Ивановым не следует делать. Ну, а это, да, ладно, ну, непослушно и жаль, ну, жаль и жаль. Так, поддаюсь темным мыслям, а это недопустимо. И вот знаете, насколько я Порфирием Корнеевичем, я с ним знаком с литературных источниками, только вот его там детка. Кстати, детка, она, то есть система его, она претерпела несколько изменений, где-то изменений три дорабатывала. Сначала одно было, потом это дополнилось в другое, потом это через несколько лет оформилось самим Порфирием Корнеевичем в третье. Это нормально вообще. Темным мыслям, а как с темными мыслями бороться, как, вернее, работать, не надо ни с кем бороться, как с этим надо работать. А вот этого вам особо никто не рассказывает, а вот я об этом уже рассказывал. Я уже там соответствующие методики подсказал, несколько видео выложил, именно как работать с мыслями. И даже в целительных силах, по-моему, том четвертый я написал. Да, и есть такая книга «Здоровье ума и сознания», не знаю, она вышла или не вышла, ну, по крайней мере, ее написать написал. Она так и лежит. Ну, вот как с этим надо бороться? Откуда не возникает? Ведь всегда не то, что как вот бороться, я сейчас буду бороться. А откуда это все возникло? Почему я там мысли пришла и просила такое слово? Наблюдая за самим собой, это очень важно, чтобы вы наблюдали себя, контролировали, вовремя одергивали. Я уже там перестал ругаться. Если я раньше что-то там себе такое позволил, сейчас я особо не позволяю. И не то, что я себя как-то, знаешь, волево торможу, а все идет от понятия, что это просто-напросто, ну, не тот путь. И ты это уже не делаешь. То есть понятие того, что это не тот путь выражения там своих эмоций, своих это. А должна быть совсем другая работа, которая вообще их не запускает. Ты совсем по-другому начинаешь мыслить, у тебя совершенно иное мировоззрение, которое, знаете, вот это все, это не то. А если ты это не понимаешь, она все прет, а ты тогда начинаешь там терпеть или там бороться. Закалка – это мое спасение. Ну, хорошо. Как бы и жила, да кое-как. А так с радостью. Ну, вот хорошо. Еще раз говорю. Вот вы какую-то систему для себя подбираете и используете. Хотя взять того же Порфирия Корничева Иванова. Это самостоятельный человек, это Глымов. Вот он сам для себя, самоучка, не имея особого там какого-то специального образования, как мы привыкли специальное образование, должно быть, да-да-да. Он путем проб и ошибок, анализа и синтеза отобрал для себя вот то, что надо делать. И все это делал. И все это, в конце концов, вылилось в систему. То есть он отобрал оздоровительные средства, как инструменты, сложил их в одну кучку, которая работает, и пошло-поехал. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.